Доброе утро, дорогие братья, сестры! Приветствую вас на очередном духовном завтраке. И хочу прочитать сегодня место из Евангелия от Луки, 12 глава, с 1 по 3 стих. Здесь написаны такие слова. «Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Итак, Иисус здесь обращается к ученикам, когда собралось множество людей, множество народа, и он обращается к ученикам своим и предупреждает их о некой опасности, в которую они могут быть уловлены. И он ставит в пример фарисеев, которые тоже, в свою очередь, уловились в эту игру лицемерия. Они попали вот в эту сеть обмана, лукавства какого-то бесовского, и были уловлены вот в эту игру, которая есть лицемерие, когда человек живет какими-то двойными стандартами, каким-то двойным таким поведением, играет какую-то роль, но сам внутри является не таковым. И Иисус ставит здесь их в пример ученикам своим. Он говорит, вы не попадитесь, бойтесь этого, бойтесь этого, стерегитесь этого, опасайтесь этого, потому что это может прийти очень хитро, очень так тихо, так незаметно, и ты вдруг окажешься в той же самой игре, в той же самой вот этой вот ловушке, в которой оказались фарисеи, вот это лицемерие. И лицемер, само слово лицемер, оно такое какое-то очень негативное. Оно такое, это как вот такой ярлык, очень такой позорный, что ли. Никто не хочет, чтобы его как-то называли лицемером, но Иисус говорит, что не всегда это приходит так, как-то явно, но всегда это приходит незаметно. И Он говорит, даже если маленечко ты что-то утаиваешь, что-то ты скрываешь, и где-то ты что-то сказал такое, что в другом бы месте ты бы промолчал и этого бы не сказал, ты уже завязываешься вот в эту игру лицемерия, ты уже словно попадаешься на крючок этого лукавства. Если ты даже кому-то, самому близкому своему человеку, с кем-то поговорил на ухо, что-то пошептал в своем доме, то Он говорит, то это однажды станет явно, и ты уже в это завязываешься, ты уже в эту попался, вот в этот капкан. И Он призывает здесь, мне кажется, к тому, чтобы ученики поступали всегда искренне, всегда следили за собой, всегда боялись быть уловлены вот в эту ловушку, которая есть вот эта игра, вот эта лицемерие, вот эта двойная какая-то двойственность какая-то, двуличие какое-то. И оно приходит вот так вот незаметно. Вроде бы ты ничего такого, «Ну, я же не поступаю как-то так вот явно, я же не лицемер, но где-то маленечко, где-то что-то утаиваешь, где-то что-то скрываешь, то уже ты попадаешь в эту ловушку». И поэтому Иисус предупреждает о опасности, в которую каждый из нас может попасть, в которую каждый из нас может уловиться и призывает нас, чтобы мы всегда бодрствовали, всегда хранили себя, остерегались, чтобы не попасться вот в эту игру, не завязаться вот в эту двойную какую-то, двуличие какое-то, но поступали всегда искренне, честно, открыто, чтобы наша жизнь, она была такой, чтобы ее нельзя было как-то оценить по-другому, чтобы наши слова, они всегда были такими, чтобы нельзя было их понять как-то двойственно, чтобы всегда была какая-то искренность в словах, искренность в поступках, честность, открытость, и тогда наше сердце, оно будет как бы защищаемо от вот этой лукавой какой-то игры, от этой ловушки под названием лицемерие. Пусть Бог благословит нас в этом, чтобы мы хранили сердце свое, следили за тем, как мы поступаем, как мы ведем себя, и если бы каких-то слов мы бы не сказали в окружении каких-то людей, то и не говори это и в окружении там, где ты мог бы это сказать. Если ты что-то делаешь в каком-то месте, то делай так, чтобы ты мог это делать и в других местах, чтобы не было вот этого двойного какого-то, двойного стандарта. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы поступали искренне, поступали честно, и Господь в Писании говорит, что с честными Он поступает честно, с искренними, искренними, а с лукавыми по лукавству Его. Да благословит нас Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok